Итак, друзья, мы с вами продолжаем. Первая лекция, часть 7, курсы для месяца программирования. Мы продолжаем шаг с вами к задачу по сдаче. У нас имеется ограниченное количество монет номиналов 1, 3, 5 и 10 копеек. Мы хотим ответить на следующий вопрос. Сколько существует способов вернуть задачу номиналом 1 копеек, при условии, что порядок монет задачи не важен? Итак, мы попробуем решить эту задачу с помощью динамического программирования. Итак, давайте начнем. Прежде всего, обратите внимание, в чем сложность задачи. Нам надо одновременно понять, сколько используют монеты номиналом 1 копеек, сколько взять монет номиналом 2 копейки, 3 копейки и 5 копеек. 1, 3, 5 и 10. 1, 3, 5 и 10. Как бы непонятно, как сразу понять правильное решение. То есть, так сходу оно не приходит. Поэтому мы воспользуемся на миссии программирования. Мы вначале предположим, что у нас есть только монета номиналом 1 копеек. Если у нас есть только монета номиналом 1 копеек, решить задачу очень просто. Так будет всегда один способ вернуть сдачу. Потом, используя это решение, это знание, мы решим задачу, когда у нас есть только монеты номиналом 1 копеек и 3. И мы видим, что этот переход, он очень важный для понимания решения задачи, но он относительно простой. И как только у нас все это сложится вместе, мы получим решение задачи до двух монет. Но оно останется практически без изменений и для трех монет, и для четырех монет, а это уже будет решение всей задачи. Но это один из способов решить задачу, когда порядок на монетах важен, не важен. У нас же порядок на монетах важен, поэтому решили задачи немножко по-другому. Вместо того, чтобы определять порядок по тем монетам, которые мы будем использовать, мы воспользуемся другим. Мы воспользуемся, у нас будет меняться переменный F, та сдача, которая в нужной берегу. Итак, давайте приступим к решению задачи. Как правило решения всех этих задач, мы формальный подход к ним сделаем чуть позже. Сейчас, пока не объясняя всех этапов, мы просто начнем решать. Потом у нас уже будут построиться необходимые нам модели. Итак, смотрите. Первый этап решения этих задач – это обозначение. Нам надо обозначить нашу целевую функцию. Обозначим через FN, через FI, давайте так напишем, количество способов вернуть сдачу номиналом FI. Обозначим через FI количество способов вернуть сдачу номиналом FI. Давайте напишем. количество способов вернуть сдачу размера i. Отличие. Наша цель вычислить fL. fL является ответом на нашу сдачу. Мы хотим узнать, сколько существует способ вернуть сдачу с размера m. Теперь наш цель вычислить fL. Как мы это будем делать? Мы сделаем это в следующем уровне. Вначале вычислим f от 1. Количество способов вернуть сдачу номиналу 1. Используя знание о f1, мы вычислим f2. Как мы это сделаем, об этом через несколько минут. Используя знание про f2, мы вычислим f3. Мы увидим, что переход от f2 к f3, такой же как f2 к f1, такой же как f4, очень похожий, он будет интуитивный. И так далее мы продолжим. Вычислим какой-то элемент f и минус 1, и в общем случае вычислим f. И так, используя знамическое программирование, вместо того, чтобы решать сразу сложную задачу для сдачи размера m, мы решим ее по и там. Сдача размером 1, сдача размером 2, сдача размером 3. И так до сдачи размера m. Тут порядок, который мы вносим на наших переменных, это задача, которую надо вернуть. 0, 1, 2, 3 и так далее. Можно начать от f0. Это не поменяет, особо не повлияет решение. Итак, первый этап, мы должны правильно обозначить функцию f. В нашем случае fn это количество способов вернуть сдачу n. fi количество способов вернуть сдачу n. Почему именно такое обозначение? Обычно это значение целевой функции, функции f, оно следует из самого задачи, из того, что от нас просят. Нас просят найти количество способов вернуть сдачу n, когда порядок на монетах важен. Мы так f обозначили, ничего в этом нет. Теперь давайте приступим к вычислению f. f от нуля, мы с вами сказали, равняется единице. Количество способов ничего не возвращать, равняется единице. Каждую монету возвращаем по ноль штук. f1 равняется также единиц. Берем одну монету, одна копейка и возвращаем. Давайте пробуем вернуть ей 2. Нам нужно вернуть сдачу размером 2. Давайте посмотрим, как это может происходить. Итак, нам нужно сдачу размером 2. Как мы возвращаем сдачу? Мы начинаем с какой-то монеты, даем эту монету, остается какая-то другая сумма и ее также начинаем возвращать с помощью монет, которые у нас есть. Итак, наша цель вернуть сдачу монету размером 2. С какой монеты можно начать? Можно начать лишь с одной монеты 1 копейка. Итак, мы возвращаем монету номиналу 1 копейка. И нам остается вернуть сдачу. Какой корень номинал? 1 копейка? Да, у нас мы должны были сдачу 2 копейки сдачи. После того, как мы взяли монету копейкой, вернули ее. Мы еще не вернулись сдачу, нам остается вернуть сдачу 1 копейка. Сколько существует способов вернуть сдачу 1 копейка? 1 способ, но более формально F1. F1 – это и есть количество способов сдачи 1 копейка. Соответственно, мы получили с вами, напишем это здесь, что F2 есть не что иное, как F1. Количество способов вернуть сдачу размером 2 в квадратике мы возвращаем одну монету и нам необходимо вернуть сдачу размером 1 копейка. F от объединиться. F от объединиться – это один способ. И всего мы получаем один способ. 1 копейка плюс 1 копейка. Всего один способ. Итак, мы с вами получили, что F2 равняется F от объединиться. Равняется 1. Отлично. Количество способов вернуть сдачу 2 копейки равняется 3. Теперь более интересный случай. F3 – сколько существует способов вернуть сдачу 3 копейки? Давайте посмотрим на рисунок. Нам надо вернуть… это один способ, да? Нам надо вернуть 3 копейки. Как мы возвращаем сдачу 3 копейки? Опять же мы начнем с первой монеты. Первая монета может быть копейка, да, а может быть 3 копейки. Если мы вернем копейку, нам остается вернуть 2 копейки. Если мы вернем 3 копейки, нам остается вернуть 0. То есть, чтобы вернуть дальше 3 копейки, у нас есть два способа. Вот они. Мы возвращаем копейку и нам остается вернуть 2 копейки. Или мы возвращаем сразу 3 копейки и нам остается вернуть дальше 0. Других вариантов нет. Более формально, F3. Количество способа вернуть 3 копейки. Здесь не что иное, как F2 плюс F0. Давайте поясним эту форму. Итак, количество способа вернуть 3 копейки складывается из двух слоганий, из двух возможностей. Первую возможность мы начали с одной копейки. То есть первая монета – это 1 копейка. Первая монета – это 1 копейка. Как только мы вернули 1 копейку, нам осталось вернуть сдачу 2 копейки. Сколько существует способов вернуть сдачу 2 копейки? В общем случае F2. Так определили F. Второй вариант. Возможно, что первая монета, в которую мы начали возвращать сдачу, это 3 копейки. Когда мы вернулись сдачу, нам осталось вернуть 0 копеек. Сколько существует способов вернуть 0 копеек? по нашим определениям F от 0. Вопрос, почему здесь стоит плюс? Потому что здесь используется принцип сложения. Мы можем начать сдачу или с возвращением монеты до стоимостью 1 копейка, или с монетой до стоимостью 3 копейки. Или так, или так. Оба варианта одновременно невозможны. Возможен или тот, или другой. Вместе они представляют все наши возможности. Используя принцип сложения, мы получаем здесь плюс. Итак, мы получили с вами, что F3 равняется F2 плюс F0 и это равняется, это вам уже посчитали, 1, 2, 0, 1 равняется 2. Итак, количество способов вернули 3 копейки равняется 2. Итак, давайте посмотрим, чему равняется F4. Мы можем начать с монеты 1 копейка, и тогда нам останется вернуть 3 копейки. То есть это будет F3, при условии, что мы начали с монеты до стоимостью 1 копейка. А мы можем также начать с монеты с достоинством 3 копейки, вернем ее, и нам останется вернуть сдачу 1 копейка. Тогда здесь будет идти F от 1. Это предположит, что мы 3. Теперь обратите внимание, F3 мы уже посчитали, это 2. F1 мы посчитали от 1, получаем 2 плюс 1 равняется 3. Количество способов вернуть 4 копейки равняется 3. Далее мы с вами увидели на прошлой часть занятия, так оно и есть. Это 1, 3, 3, 1 и 1, 1, 1, 1. Теперь давайте самостоятельно посчитайте F5, нажмите на паузу, и мы вместе с вами увидимся с ним. Проверим, что все правильно. Итак, F5. Нам нужно вернуть сдачу размером 5 копейки. У нас есть выбор, с какой монеты начинать. Мы можем начать с монеты 1, 3, 5 или 10. 10 копеек мы не можем. 1, 3 или 5. Если мы начнем с монеты достоинством 1, нам останется вернуть 4 копейки. И F4 мы уже посчитали, оно равняется 3. Если мы начнем с монеты достоинством 3 копейки, нам останется вернуть сдачу размером 2. И это можно сделать с помощью N2 способа. N2 равняется 1. Если же мы начнем с монеты достоинством 5 копеек, мы возвращаем их, Нам остается вернуть сдачу номиналом 0 И это можно сделать с помощью F0, то есть одним способом Итак, вернуть 5 копеек с помощью наших монет можно с помощью 5 различных способов Когда порядок на монетах ваших Итак, прежде чем мы закончим, посчитайте самостоятельно F6, F7 И напишите формулу для F10, а потом напишите формулу для FK Когда K больше 10 Напишите самостоятельно F1, а мы с вами вернемся в продолжение решения датчики в 20 минут